Привет, я Тимофей. Сегодня я хотел бы вам рассказать о интересных фактах о вулканах. Вулканом называется образование на поверхности Земли или другой планеты, где магма выходит наружу, образуя лаву, вулканические газы и камни. Вулкан. Слово «вулкан» происходит от имени древнеринского бога огня вулкана. На картинке не сам бог огня, а, конечно, статуя, как тебе представлял французский скульптор XVIII века, Гийом Кулсту-младший. Здесь вы видите строение вулкана. Магма – это жидкая горячая масса, которая находится под земной корой. Когда образуется вулкан, магма устремляется на его поверхность через его жерло. Место, где магма выходит на поверхность, называется кратер. У вулкана может быть один или несколько кратеров. Период извержения вулкана может продолжаться от нескольких дней до нескольких миллионов лет. Лавой называется магма, вышедшая на поверхность. Ее температура может быть от 700 до 1200 градусов по Цельсию. Картинки, конечно, красивые, но не хотел бы я там оказаться рядом с этой красотой. Но почему же образуются вулканы, и эта горячая магма не остается под корой земли? Оказывается, кора земли не сплошная, как скорлупка ореха, например, а состоит из 17 отдельных кусочков, так называемых тектонических плит. Эти плиты все время движутся друг относительно друга. Когда плиты сталкиваются друг с другом, и происходит извержение вулкана. Действующими называют вулканы, которые извергались хотя бы однажды за последние 10 тысяч лет. Они могут быть дремлющими, если извержения были очень давно. Например, вулкан Йеллоустон в США, который извергался около 640 тысяч лет назад. Или активно, как, например, вулкан Килауэа на Гавайских островах, которые непривырно извергаются с 1983 года. Потухшие вулканы – это древние вулканы, уже не опасные. На Земле каждый год происходит около 50 извержений вулканов. На этой карте мира красными точками возначены места частных землетрясений, а желтыми треугольниками – действующие вулканы. Около 75% действующих вулканов находятся по периметру Тихого океана. Это так называемое огненное кольцо или колесо огня. Как вы видите, Украина находится в относительно безопасной зоне, и извержения вулканов нам не страшны. Извергающийся вулкан может разрушить целые города и провести гибель множества людей. Одно из самых известных в истории извержений – это извержение Везувия в 79 году до нашей эры, которое разрушило город Помпеи. Однако и сейчас бывают такие разрушительные извержения. Например, вулкан Суфриас Хиллс в Вест-Индии погубил столицу острова, город Плимут, и произошло это совсем недавно, около 10 лет назад. К счастью, теперь люди научились узнавать об извержениях немного заранее и могут быстро организовать эвакуацию. Как раз в эти дни происходит эвакуация террористов и жителей с острова Бали, где начал проявлять опасную активность вулкан Агунг. Надеюсь, что обойдется в этот раз без жертв. Однако, эвакуация осложняется тем, что уже несколько суток не работает местный аэропорт. Почему же закрывают аэропорт в такие критические моменты? Дело в том, что если самораз пролетит сквозь облако вулканической пыли, то эта пыль может забить велиционные отверстия, через которые попадает воздух для охлаждения. Без охлаждения двигатель перегревается и глохнет. С неработающим двигателем самолет начинает снижаться и может упасть. Поэтому в районе извержения вулкана полеты запрещены. Так, в течение нескольких дней была практически парализована авиасообщение над Европой в 2010 году, когда извергался вулкан в Исландии. Вулканы бывают не только на Земле, но также и на других планетах и даже на их спутниках. Например, астрономы обнаружили действующий вулкан на спутнике Юпитера и Ло. Вулкан называется Патерра Тупана. Итак, вулканы – это места, где раскрыленная магма из-под коры планеты выходит на ее поверхность. Образуются вулканы в области соприкосновения тектонических плит. Извержение вулкана очень опасно и необходимо эвакуироваться как можно скорее. К счастью, в Украине и в соседних с нами странах действующих вулканов нет. Спасибо всем за внимание. На прощение красивый кадр Фудзиямы, действующего вулкана, который в последний раз извергался примерно 300 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова